всем привет в прошлой серии мы отбили эту деревню у бандитов и теперь эта деревня вела рада наша нас здесь любят нас здесь уважают вот и мы попробуем у староста этой деревне взять одну миссию которую мы уже пытались взять то есть мы уже спрашивали как дела у староста и он нам отвечал что есть одно дело но мы для этого дела не подходим вот сейчас мы попробуем это сделать и нам дают эту миссию вот миссия классическая убить бандитов у меня не из неприятности значит группа бандитов сбежала и бежит наш город помогите нам пожалуйста мы в долгу не останемся конечно поможем после этого во всех точках спауна 1 2 и 3 возникают бандиты вот они изначально нам не враги но после первого выстрела вот становится врагами ну и будет полноценный бой насколько я вот считаю по этой мини карте 5 бандитов так серво ты наверно дуй вот сюда вот там один бандит есть вот здесь вот на мостик мостик контролируй бери мостик а ты рамон франко вот сюда если вдруг бандюки пойдут в эту сторону так все да так идешь ты идешь вот а ты иванов давай-ка наверх здесь вот по идее двое бандитов будет вот вы так как вас так выцелить а вот так я у вас буду выцеливать вначале я возьму того кто с пистолетом потому что он резкий мне не хотелось бы его на потом оставляй так что вначале я пистолетчика а потом уже вот с этим помповым ружьем это я так думаю попроще конечно на рейда становлюсь смотрю что в режиме самой быстрой стрельбы у меня на вот на второго на дальнего бандита шансы попасть превосходные все отлично начинаю стрелять я вначале я наверно вот так у даже точнее чего я не есть минус а теперь самый быстрый режим и и валим на тебе на тебе так кто там появился на 107 метров это не интересно помрешь или не помрешь а сколько можно отлично бежим сюда и где-нибудь здесь наверно запишемся на всякий случай записались так наверно в пресеке попробуем чтобы точность была побольше все таки ах ты куда куда побежала куда подруга побежала я тебя видел так вот еще один бандит так нет подруга все таки куда-то так смылось то резко а вон она вон она вон она вижу вижу и вот она вот она бежит хорошо что они меня не видят я щас им прямо в задницу воткну вот те раз как это проспал пока ивановым занимался проспал так на тебе рамон то ты не докинешь ты не докинешь так не 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 рамон франко пусть пусть он стреляет на вот так вот а серво давай вали отсюда потому что если гранат он кидит как раз серво в общем то ближе на находится он скорее под эту гранату попадет так ладно ничего там разборки есть попал так здесь у нас что что у нас тут рамон надо попадать в этого года так ну иванов прям здесь истории жди я так мне так кажется что сейчас она обратно побежит услышал выстрел побежит обратно так здесь вот интересней как его так проспал на 35 метров подпустил ну как я предполагал граната не попала не долетела до нас так 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 нам попадать 53 метра до иванова нет подруга что-то решила к нам не бежать ладно подбежим от ней так но тут мы попробуем в два ствола стрелять давай отлично ну все серво не надо стрелять все что тут смертельно ранен возможно вообще не надо стрелять так вот последнее что осталось вот здесь вот оба на кто ее прибил то ее прибил охотник тут же охотник аха это охотник все один вражина остался это вот этот вот недобиток сейчас мы к ним подойдем давай ну так добьем рукопашку все помер сам посмотрим прибыток вот 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 что так ну в прибытке тут кое-что интересное есть а именно тут есть интересные пистолеты вот но вся так сказать весь недостаток этих пистолетов в том что у них достаточно большие обоймы вот если вставить вот этот пистолет его обойму вот она то он к сожалению становится служебным вот и не возьмешь этот пистолет 9 на 19 собой вот в город в открытую зону в города которые контролируются армией альгейра вот а в этом весь смысл так сказать этого пистолета теряется вот здесь он не в закрытой зоне не особо нужен пистолет у меня вон что есть у меня есть он мини узи гораздо интереснее штука в открытой зоне он служебные то есть мне нужно что-то искать или гражданское или охотничья не идет то же самое вот с этим пистолетом замечательный классный пистолетик но то же самое служебное единственное что тут есть интересного это тут есть интересные патроны вот во первых дробь есть вот 19 патронов дроби сразу в кабину это сложим во вторых есть патроны вот в этих вот обоймах 115 грн они чуть-чуть лучше чем вот патроны которые сейчас мы используем 9 на 19 чуть чуть лучше вот покажу 91 273 а у наших патронов 89 269 ну не принципиально не то чтобы прям все бросать и тут же менять на эти патроны ну просто так буду их так сказать кучковать пусть пусть лежат они хорошие значит что еще это китайский клоны т.т.м. уже видели эти пистолеты вот эта штука мосберг плоха тем что дальности всего 10 то есть чую с собой таскать неинтересно на в этом плане вот мое вот это вот ружье на 4 патрона она интересней вот она и вот такие гранатки есть гранатки такого скажем среднего средней мощности то есть не самые мощные ну и не самые слабые вот такой средней мощности интересная штука тоже две гранаты обязательно беру ну а это все это все на продажу все перемещаю в багажник все бой закончился сохраняемся посмотрим еще что-то изменилось у старосток по идее ну не должно быть там каких-то новых миссий по идее в этой деревне все мы пожалуй все что могли все завершили скромная благодарность нам аж полторы штуки кстати ну все больше тут ничего нету прощайте все сохранимся еще разок сохранились и выдвигаемся выдвигаемся до лесного лагеря но по пути вот этот вот хрончик тоже заберем значит что из себя представляет локация у нас уже была одна случайка но локация была другой а это локация выглядит вот таким образом это такое плата или плато как правильно так вот вот такое плато вот точка спауна и идет по прямой значит тут разные волны раскиданы деревья то есть они все это все закрывать может обзор вот такой вот плато идет 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 немножко изгибается здесь вот она проходит и вот здесь вот вторая . спауна а вот тут вот идет так называемая как назвать то объездная дорога вот здесь вот внизу вот она вот она вот она вот она вот и выходят в первую точку спауна вот как правило на вот этой нижней дороге никого нет вражины обычно и здесь вот на точке спауна и вот там вот на точке спауна ну бывает периодически вот туда-сюда курсируют бегают что я предлагаю как с ними бороться начну хотелось бы мне побороться в основном ивановым опять же по раскачивать его характеристики поэтому я сейчас серву урбан и рамон франко становлюсь вот так вот вожусь и при поднимая оружие все они у меня будут лежать не двигаться вот а ивановым я сейчас пробегусь начале вот сюда здесь почищу просто здесь ближе ну а потом если успею пробегусь сюда если что не успею значит соответственно серву урбан и рамон франко встретят вражин а может быть теме они пробегут не заметят в общем посмотрим значит узи не узи это не оружие здесь потому что здесь все-таки дистанция наверно будет метров 40 50 так что все-таки наверно автомат более адекватное оружие для такой локации все ну и двигаем 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 только наверно в приседе чтобы нас раньше времени не заметили как зачистим здесь локацию так значит сделаем сохранение а вот они так ну я что я на всякий случай скрою оружие пистолет-пулемет ну оружие у них примитивное должно быть на всякий случай я наверное вот сюда вот выйду и лягу прямо чтобы меня не дай бог не заметили давай 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 кто еще ага да ну это вот такие вот курсируют туда-сюда но они нас не заметят здесь да то есть он просто будет бежать да и все беги беги подруга там иванов тебя встретит 2 3 3 человека до 3 человека так она тоже самое с обрезиком такая рассекает короткоствольный автомат даже говорил это такая штучка-то неприятная ружье 4 зарядная ну все так 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 ну нам главное чтобы вот этот ваун нам не мешал стрелять сюда вот они так классно на одной линии я прям думаю что это будет первый мой выстрел по ним потому что первого я если у работаю то второго мне не надо будет не поворачиваться ничего то все быстрее смогу сделать выстрел так не буду я эту подругу дожидаться потому что я боюсь что если я буду здесь лежать долго меня здесь все-таки заметят они в мои планы не входит так зацеливаю точку зацеливаю ну что понеслась что-то он так так такое движение сделал как будто меня и этот тоже пошел блин они меня заметили вовремя вовремя так давай понеслась есть попал наверно повторю по тебе есть отлично рисковать не рисковать нет я не буду рисковать можно было конечно попробовать выстрел сделать но есть очень большая вероятность получить ответку их двое причем вот этот вот с 12 калибром очень неприятен потому что в общем даже если он косой и не точный дробь разлетается может задеть а вот это вот к с короткоствовом то есть это автомат ничуть не хуже моего чем тоже неприятно вот так вот сделать перекатываемся когда у бойца нет рюкзака кстати я стараюсь работать без рюкзаков можно вот так вот положение лежа перекатываться красиво оба на стоп 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 раз еще раз и хватит все обходим с этой стороны 32 метра а вот она ты подруга прямо на меня вышло отлично уши с обрезом в руках давай я должен первый на тебе повторим я вот в полубой я не посмотрел сколько народу на этой случайке эхэхэх вот теперь вот сиди гадай сколько здесь человек ладно так обходим с этой стороны с левой стороны будет немножко неудобно да немножко неудобно будет воевать потому что потому что оружие то у меня с правой стороны и мне надо будет подставляться и выходить из-под прикрытия волнов так ждем я не вижу противника но слышу вот здесь был знак вопроса он вот здесь вот есть вероятность что он просто сейчас сам выбежит ко мне на пулю ну давай дружок не хочешь а не хочет умный ладно ладно обходим с этой стороны стоп 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 что там засел то сволочь вот видите оружие с правой стороны и мне придется чтобы вот попасть него выходить из-за волна то есть открывать практически все туловище если бы я действовал с этой стороны мне достаточно было чуть-чуть часть корпуса открыть чтобы во он не мешал стрельбе препятствия не мешало стрельбе вообще обычно зачистки какие-то осуществляются против часовой стрелки то есть так вот именно за счет того что оружие с правой стороны держится так проще так приставной шаг чё попробуем он у меня видит но пока он тут час прицелится я успею разок выстрелить зараза так ну ладно рискнем еще раз на тебе отлично не зря рискнул так здесь еще один а на удивление вот он именно по нижней дороге пробежал то есть это редко бывает но вот он пробежал по нижней дороге так где мои где мои где я потерял вот они вот они да вряд ли их увидит он скорее сейчас вот так вот побежит да скорее все так налево побежит да и все так но тут у нас остался один вражина с ружьем 12 калибра так мы наверно вот так вот станем что тут как обстановка да как я и говорил он какое оружие у тебя пистолет пулемет времен великой отечественной так так тогда его подхода я должен успеть вот это вот гадину с 12 калибром завалить давай ухты 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 чё рискнуть рискнуть рискнем вот это я слажал я нажал пробила вот зараза игра автоматом стала на паузу вот а я нажал пробил чтобы встать на паузу в результате не встал на паузу а снял с нее этот зараза успел перезарядиться и садить мне дробь прямо в задницу ну чё молоток чё могу сказать молочина слажало все вот все получилось а ну блин ладно бывает действуем также мне все понравилось то есть бой однозначно можно выиграть таким образом и очень без каких-то особых затруднений давай побежали так здесь присяд что не вижу я вражин ну будем как-то планировать что они на том же самом месте находятся так ложимся я так думаю что это та самая дамочка с обрезом она бежит подруга бежит подруга так а мы так так вот наверно так вот наверно ой да они точно так же стоят тук 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 тихо 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 я помню здесь времени было совершенно так все и сразу стреляй удивительно в этот раз они меня не заметили да шо ж такое а как так что мешается так а чё я предлагаю я предлагаю гранату кинуть а чё ну вот солить что ли эти гранаты да то есть предлагаю кинуть гранату нате вам подарочек зачем я так далеко убегаю ой 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 нет 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 не надо так рисковать так рисковать не надо отходим тем более что тут уже подруга появилась наша добивать да она добивает потому что тяжело ранено то что что есть еще разочек отлично там уже второй подбегает так а мы сюда отходим отходим сюда вот так вот смотрим кто выбежит так ты где ты где он так ну еще секунд десять у нас есть пять десять секунд у нас точно есть не торопимся вот как тут еще можно тут мне не нравится тут все эти ожидания отлично ну в принципе они дают эффект давай стреляй на тебе на тебе вот так вот так пока нету еще его пока нету смотрим наше а а так но он взял оружием по другому и ему не будет мешать вот эта горка так что отходим 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 это тут не наш случай здесь нам бушку отстрелят ух ты ух ты надо же он тут нас заметил чем вооружен а ну да тем самым нас заметил так ну ладно я их оставлю в покое надеюсь они в него попадут ух ты попали похоже они его убили за убили молодцы молодцы вот он ты дружище на тебе предлагаю сохраниться и просто с вражиной устроить перестрелку конечно грамотно было бы его сюда вытянуть так же как вот этих двоих ну это долго в общем попробуем вот так вот на храпку взять давай дружище что такое ааа заклинило передернуть вот так вот ох 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 а не все не все так мы здесь на всякий случай вот так вот пройдемся ааа вот еще так ты нас заметишь мы сейчас вот так его зацелим хочу иванова конечно прибить давай давай так он там не дергается 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 так иванов иванов вот сюда где-то наверное давай вот в эту точку так а мы тут понаблюдаем если будет дергаться на нас мы его застрелим ух ты ух ты их там много рамон рамон зацелька его всякий пожарный не не заметил не заметил нас что ли ну ты собрался я все я все заметил так не в левую руку в туловище давай ну все рвово добавь не добиваем добивать не будем добивать не будем так давай вот сюда 19 секунд блин конечно не успеем к празднику рамон дай-ка вот эту точечку вот здесь вот зацелька так отходим 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 давай вот так вот продолжаем катиться а тут у нас уже иванов блин все таки он далековато он все таки не успеет он да 6 секунд не успеет это слишком это вечность в таком бое в кого ты целишься то интересно что у тебя за ружье маузер ну это долго конечно ружье но если выстрелит то попадет в кого в кого ты целишься в сервуо по моему целится давай ка я ему так вот поперекатываюсь да 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 все рвуо давай иванов тоже добавь ему отлично 7 трупов так ну как всегда смотрим на характеристики иванова опыт увеличился опыт увеличился смотрим на общие характеристики 23 до перехода до следующего уровня профессионализм 8 вот и разбираемся с прибытком 2 3 2 3 2 3 5 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 8 9 9 10 10 11 11 12 12 11 13 12 14 14 интересный экземпляр маузера у моего была точность 59 здесь 62 и у моего была точность 50 метров у этого чуть чуть больше так что я себе оставил вот этот вот этот экземпляр во вторых я себе на всякий случай взял вот такой вот обрез двухствольного ружья то есть он вроде в неплохом таком состоянии потертая у него вот он просто немного весит и всего три клетки занимает я не знаю может быть может быть как-то походим с ним посмотрим прикольный этот образе обрезик нравится что ружье вот это которая здесь она хуже по характеристикам этот короткоствольный автомат ерунда тоже плохой по характеристикам здесь вроде ничего такого нового вот пистолет-пулемет вот этот стерлинг по-моему мы еще не видели но он интересен то есть узи лучше под 9 на 19 так вот это вот ружье тоже я уже сказал служебное но так что она нам в этом плане не интересно да и убитая но вот что еще больше тут ничего интересного нету все убираем в багажник а еще я к себе в кабину значит достаточно большое количество патронов с дробью положил то есть у нас теперь аж 53 патрона можно даже вот уже начинать использовать значит картечь появилась у нас маузеровский патроны набрал что еще нашел еще одну вот такую симпатичную обойму а да бутылка виски у нас появилась бутылка виски вот по некоторым квестам нужна вот такая вот бутылка как бы чую покупать взял пусть пусть с собой со мной поездит вот и нашел аптечку наша аптечка вот уже по износилась то есть два раза я использовал на час аптечка вот получается новая 0 процентов а так вроде больше ничего тут нету да ничего больше нету все остальное в багажник все остальное не интересно все триста восемьдесят килограмм сохраняемся и выдвигаемся в лесной лагерь но вначале заберем схрон так схрон можно посмотреть вот таким образом через жетон открыть схрон можно сразу в багажник переложить но я уж просто не помню что там есть так что открыть схрон ставим машину смотрим что тут есть ух ты тут тоже обрез 6080 кстати вот этот обрез получше забираем забираем его короткоствольный автомат не интересен это все неинтересно патрон логовись есть патрошки патроны так вот сюда и неинтересно это 45 цепа не интересно таких вот две коробочки возьму потешу своего хомяка так ножи это все не то ключ от банки вообще совершенно бесполезная штука а вот это кстати моток проволоки нам пригодится в кабину его положу мы из него будем растяжки делать из гранаты и колышков будем делать растяжки фляжка не нужна нам все все остальное в багажник ну-ка можно вот так вот и сделать на к по-моему все приложили до 2 от короткоствольных автомата да все приложили в багажник сохраняемся выдвигаемся так вот здесь вот нас сейчас покинут сервово урбана и рамон франко а я вот одну вещь не не сделал мне бы их зарядить они по истратились патронами наверно вот хорошо было бы их средить успею это сделать интересно вот тут вообще два патрона осталось на тебе и конечно жалко патронов но я уж но не настолько живу чтобы друзей не зарядить ладно а все они нас покинули и я остался один так что здесь делаем можем сейчас естественно сдать задание марсел утром нам отвалят кучу денег но как я говорил заберут у нас заберут у нас машину поэтому делаем начале по-другому у нас полный багажник машины кстати когда будут забирать у нас машину то багажник не потеряется его переложат в один из ящиков здесь на локации но просто потом будет крайне неудобно делать то что я сейчас хочу сделать это принято поторговать с оружейником так ну здесь ничего интересного нету а помощь в освоении с пристрелкой оружием конечно узи я хочу прострелять давай сто процентов это же мое оружие сто процентов м1 грант тоже надо бы пристрелять вообще снайперки выгодно пристреливать вот скажем пулеметы смысла пристреливать нету потому что две очереди и ты его пристрелял штурмовые винтовки тоже достаточно быстро 100 выстрелов делается а вот снайперские винтовки 100 выстрелов сделать достаточно долго так что пристрелили пристреливать их выгодно сто процентов отлично понеслась тут еще есть одна вещь о которой хотел сказать когда у тебя есть оружие в руках там или в багажнике появляются такие диалоги значит хочу сдать оружие на благо революции безвозмездно и вот это вот багажнике моя машина оружие изъятое на благо революции принимай если сдавать вот таким образом оружие оружейнику то будет репутация в лагере расти и пожалуй это самый легкий способ самый удобный способ растить в лесном лагере рейтинг свой рейтинг да то есть не надо бегать партизан с ними там вести разговоры брать у них квесты а прям тупо хобана и все каждый ствол плюс один рейтинга вот но просто некоторые стволы оружейник принимает очень дорого и выгоднее конечно продать а вот чё по дешевке он будет принимать я уже с таким образом и сделаю так транспорт багажник нет кабину я ему не буду продавать багажник продаем так во первых что у него есть интересного лопата кстати лопату купим давно хотел попробовать лопату и редко когда использовал ну все сейчас вот это вот все продаем то есть у револьверчик 345 на тебе у оружейника 19000 ну надо работать надо работать так вот эти пистолеты на тебе вот они например пистолет пулеметы 24 однозначно мы на рейтингах поставила потратим а вот например узи 220 однозначно сейчас продадим давай давай продавать точно так же вот этот ствол вот маузер на рейтинг вот эти пистолеты на рейтинг наверно потратим а вот эти вот штурмовые пистолеты наверно продадим так ну вот так вот я вот это вот оставил на рейтинг вот сейчас посмотрим что у нас с этим получится так что еще продаю патроны вот это все не нужно нам давай ножи продаем так всякий мусор в первую очередь утилизируем мусор так ну отлично мы получили почти 8000 то есть у нас сейчас 12000 ну что попробуем поработать на рейтинг сохранимся так во первых посмотрим кабину до из кабины оружие не взялось вот это что здесь делает то лишнее а из багажника все ушло 61 другое дело так еще один ствол из багажника все правильно 63 так сейчас пробежимся по партизанам вся всякими сигаретами и прочим я помню в старых сборках было так что вот когда стыкуешь предметы по три штуки особенно в руках партизанам забирают этот предмет за один вот сейчас вот проверим то есть в руках не лучше не надо было стыковать то есть лучше держать было одну сигарету вот они то он забирал все три штуки как одну пачку проверим они все в порядке все нормально вообще никаких проблем зачем не просто показалось вот все замечательно 69 дело вообще идет быстро не сигарет у меня просто гребут практически каждый партизан дает мне квест так вроде бы всех партизан я обошел смотрим какой у нас рейтинг 83 ну просто замечательная вещь то есть я насколько помню плюс 90 должно быть и у нас оружейник начнет с нами торговать по-серьезному нет пока что этого нету да она чуть-чуть буквально осталось еще еще раз мы обязательно завершим эту тему так я выкладываю сюда все что нам может пригодиться для поднятия рейтинга вот а потом мы наверное будем за патроны все это отдавать так вот эти две вещи монетка монетка и удостоверение выложу сюда вот это мы продадим но не здесь также как эту фотографию река продадим но не здесь да вот этот кстати пистолет гражданский вот кстати его скорее всего в открытую зону мы возьмем так что вот египетский но если что-то лучше не найдем так а сейчас что можно конечно подойти к марселу трону нам дадут еще денег но заберут у нас машину вот можно конечно заныкать машину поездить на ней но в чем беда что у нас сейчас игровой уровень 1 то есть эта езда нам особо много какого-то каких-то выгод не принесет то есть торговать мы нормально там с торгашами не сможем то есть особо никаких предложений не будет нам оружие интересного не будет то есть надо повышать свой уровень игровой вот тогда это будет интересным вот разве что убивать кого-то ну собственно мы сейчас вот двигаясь стандартно по квестам с марселла троном то есть у нас в машину заберет но зато даст следующий квест то есть будет возможно следующую миссию получить мы тоже в общем-то недостатка в во врагах не будем испытывать поэтому мы достаточно резво вот будем на второй уровень переходить в общем машина пока не нужна не на чем да будет прибыток возить не на чем вот нам помнится там квест будет у оружейника на автомобиль и надо будет по моему если не ошибаюсь 40000 вот вот это будет тяжеловато набрать потому что мы собой не особо что-то можем таскать вот не так много стволов там и прочего у тебя прям затруднение отдавать машину не отдавать машину мне почему-то кажется что надо вот стандартно по стандартной линейке двигаться то есть сейчас не ныкать машину а в общем наверное отдавать ее марселла трону да поехали сохранимся да вспомнил я одну вещь значит за содержимое багажника нам конечно дадут денег вот и в том числе за вот эти медицинские ящики но 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 если у нас получится вскрыть этот медицинский ящик у нас там будет несколько аптечек очень хороших аптечек вот и за те деньги за которые мы сейчас можем продать эти ящики мы потом эти аптечки не купим то есть это будет весьма выгодным мне кажется один ящичек попробовать вскрыть да и вот это вот вот этими вещами воспользоваться ну-ка 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 значит что нам из этого нужно нам нужно одна такая сумка полевого медика принципе и одной достаточно на весь отряд она в отличие от вот этих вот аптечек она позволяет лечить как это называется тяжелые последствия ранений в принципе имея вот такой вот сумку полевого медика и бойца в отряде который может этой сумкой пользоваться там чтобы пользоваться и надо определенная уровень медицинской подготовки значит в принципе врачи не нужны все можно лечить на месте и одной сумки достаточно ее надолго очень хватает очень на 20 раз ее хватает 20 ранений у нас еще ни одного такого ранения с тяжелыми последствиями нету они видны вот здесь вот на вот этой вот иконки бойца тут у него может быть так красная рука грудь там голова нога или еще что-то вот то есть применяешь на нем эту сумку медика и краснота это исчезает все боец здоров и весел вот эта штука так знаешь какие еще аптечки бывает вот такая аптечка мы и уже пользовались прикольно тем что вот одну клетку всего занимает поэтому я наверно их штуки так и так 2 сохранил вот а вот эта аптечка еще интереснее она быстрее работает ее на 5 раз хватает они на 3 то есть если это в полтора раза убыстряет лечение это вот эта штука убыстряет в два раза вот но она больше весит и две клетки занимает так что ну пока у меня нет вот этих всех патронтаж и прочего я пока этими аптечками не пользуюсь но я их заныкаю себе в кабину потому что потом их найти будет тяжело или очень дорого все заныкаю 3 вот это вот аптечка она еще быстрее но да нет она тоже в два раза быстрее но она на 10 хватает не на 5 на 10 применений хватает она неинтересно то что ничего особенного не нету просто что она больше в два раза она больше места занимает и тяжелая как чертичур чем ее выгоднее продать все это продаем ящик продаем да наверное ящик продаем индивидуальный перевязочный пакет нам такой нужен тоже на продажу так бежим к оружейнику да то есть одного ящика у нас нету нам чуть меньше денег дадут зато мы с аптечками решили вопрос надолго так все это продаем вот еще 500 льда мы сняли вот нет у него инструментов так жалко было бы неплохо все а вот теперь марселлу трону сохраняемся так 2000 нам дали вот мне удалось обнаружить и доставить часть груза еще за ящики дали 5000 и говорят постой погоди не спешим мы знаем что у тебя есть автомобиль он отлично послужит делу революцию спасибо тебе товарищ погоди марселла что значит спасибо мы так не договаривались и командир отряда вы забываетесь вот в общем можно с ним конечно тут воевать но смысла в этом нету вы сказали командир отряда мне не послышалось нет не послышалось повышение в звании достойная заслуженная награда в данном случае получишь погодный оружейник а заодно ответишь на его вопросы по машине вольно разойдись так точно итак мы получили по моему самое высокое воинское звание в этом лесном лагере партизан именно командир отряда машину нас забрали и все содержимое багажника тоже но мы это не потеряли она вот в этом вот ящички вот она все все она здесь все она здесь все она есть гранатома кстати потратили надо возобновить так все пока так вот очень очень не нужны конечно вот эти вот патронтаж или как они там называются вот сюда которая навешивается но у меня нет инструментов инструментов нету не по моему оружейник не даст эти инструменты ну-ка вот ведь гад а шо ж ты за гад то такой не хочет давать инструменты но тут есть с ним диалог на по автомобилю марсена марсела сказал что ты хотел спросить меня о машине он говорит что машина которую мы привели полная говно плохом состоянии все течет все разваливается а у этого оружейника есть дружбан там кое-какой у него там тоже есть автомобили в общем он из двух может один собрать и похоже нам возможно подгонит этот автомобиль только вот надо будет запчасти заплатить вот через пару недель будешь наших краях спроси как там дела с твоим дрондуле там гляди что и выгорит где же еще буду конечно буду в ваших краях куда без машины то в общем вот через две недели мы подойдем к оружейнику он по моему за омят с нас я не помню в 40 что ли штукарей при достаточно приличную сумму денег на собой будет иметь вот но мы получим автомобиль и уже насовсем никто у нас его красней будет вот а пока марсела трон и берем у него следующее задание в общем миссия у нас такая надо погонять бандитов 10 дней или больше за каждого бандита 100 рельда нам заплатят а если мы найдем лагерь бандитов 4 штукаря ну и что-то он там еще обещал типа бутылку нам подогнать вот такие дела вот говорит нам в одиночку не ходи вот ничего хорошего него не выйдет из этого ну я буду в одиночку он там что-то говорил что типа в качестве подтверждения что мы там бандитов убиваем или что лагерь бандитов мы нашли надо с собой обязательно кого-то взять и чтобы он смотрел но в принципе все я помню по прошлым сборкам все зачитывается даже если просто в одиночку ходишь не ходить не хочу никого брать в общем постоянно вот это вот переключение с бойца на бойца вот это она отвлекает раздражает и по моему очень кучу выстрелов очень красивых интересных пропустил исключительно из-за этого не зрелищно получается играть и не интересно так в одиночку будем месить врагов так ну все выдвигаемся потихоньку только надо бы как-то подготовиться сейчас посмотрим чего вот собой взять хочу с собой взять патронов разве что только так ну вот медальон мы пока убираем туши и пусть у нас будет вот так как то вот патроны патроны ну во первых вот это спортивно-охотничьи патроны я вообще просто выложу них жалко челки с собой таскаю соответственно и рожок этот выложу если уж брать собой патроны то я вот возьму с собой вот такую коробочку и возьму с собой вот такие патроны вот и все в принципе там все бои будут очень простые это будут случайки то есть там будет там 6 там 10 человек как-то так все будут там ущербные с каким-то ужасным оружием то есть драться будет легко с ними чисто фраги будем заколачивать мы наверняка перейдем на второй уровень после вот этого всего так вот 10 дней будем болтаться мы найдем их лагерь вот там будет бой такой посерьезней потому что народу там тоже человек 30-40 вот бой будет вот ну не серьезнее чем вот вот то что что мы прошли в белорады но вот на уровне его будет бой но мы там воевать будем не сразу мы еще вернемся в лесной лагере возьмем миссию на зачистку этого лагеря потому что нам дополнительно деньги за это все дадут то есть просто так там выносить всех без взятия миссии без денежного вознаграждения нам так так сказать не резон деньги нам нужны я помню там 40 штук надо отдать за машину будет вот как то так по идее вот 60 патронов и еще 20 ну достаточно нам за глаза достаточно так вот я знаете что забыл надо все-таки оружие это почистить чистить надо оружие где-то у нас тут было чистящее средство без разницы какое вот так вот почистить все красота 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 вот все это чистилку мы убираем из носа один процент таскать ее постоянно собой смысла нету когда будет машина мы будем возить там машине а так собою носить смысла нету одну гранату я взял на всяк пожарный мало ли там кто вообще можно еще одну гранату день как-то их активнее использовать да попробуем и вообще-то мы же воевать идем тоже как-то прибыток у нас должен быть наверное место может для граната оставил может так сделаем они принципе мы схрон сделаем всегда берем гранату вот эту вот помощнее которую давай испытаем ну все вот как то так все идем воевать сохраняемся совсем забыл мы же должны получить обмундирование у оружейника вот нам об этом сказал марселла трон так что подходим к оружейнику вот марселла сказал что я могу получить снаряжение вот и нам дают автомат а к 47 и форму ну форму сразу одеваем а вот она к 47 мы его сравним с нашим автоматом вот и что мы видим видим что он чуть чуть дальше работает что он медленней что он убой не так причем ощутимо и у него больше ресурс тяжелющий этот автомат вам 4 аж килограмма без при без рожка износ 12 процентов вот кстати если сохранится перед взятием вот этого обмундирования у оружейника то восстанавливаясь из сохранения можно добиться чтобы вот этот износ был как можно меньше чем каждый раз случайным образом при взятии генерируется ну да автомат явно дальше нашего работает то есть у нас было 50 минус 2 клеточки а здесь 50 минус ну пол минус клеточкой даже вот чуть чуть меньше вот вот такой агрегат и не 90 там чем-то 120 у него убойность значит брать его или не брать сложный вопрос и вот этот автомат неплохой неплох тем что вот он быстро работает но мне кажется имеет смысл взять все-таки вот этот ак-47 нам почему потому что вблизи мы будем работать вот этим мини узи а этот у нас аппарат остается именно для средних дистанций то есть это 30 50 метров и здесь он интереснее потому что он убойнее от экономия патронов вот если бы мы работали двумя стволами без мини узи тогда конечно я бы оставил вот этот малогабаритный автомат и все ну а для дальних дистанций тут конкуренция м1 грант у нас пока никакой нету а так вот логично было бы наверно малогабаритный автомат нам поменять так патроны сейчас мы все рассортируем и сложим все в коробочку нашу ну все мы готовы сохраняемся и выдвигаемся совсем забыл а еще же можем пристрелять этот автомат у нас есть такая возможность у вооруженника мы можем пристреливать оружие вот вот теперь мы готовы теперь мы можем покидать лесной лагерь ухты плюс 100 то есть нам за что-то увеличили рейтинг у лесном лагере так это же просто здорово ну-ка ну-ка вот появилась хочу получить доступ к полному арсеналу вот и что-то полуть появилась так но это пистолет тэшный китайский клон т.т. неинтересно патронов ничего нету мины самые разнообразные тут появились ну мин и мы пока на может и вообще не будем использовать но пока-то точно не будем использовать так а здесь у нас но это все на продажу разве что только но тут такие цены огромные что это неинтересно инструменты самое главное у нас появились вообще замечательно и вот это вот книжка книжку тоже можно купить и прочитать ее но только не сейчас наверное после того как мы побегаем постреляем бандитов вот тогда а сейчас мы можем действительно вот себе зачетные такие вот патронтаж и сделать для кобуры вова вот эта тема так я даже на плечо можно вешать так сохраняемся так берем в руки ну начнем вот с этой патронной ленты ничего нам не дают с ней сделать только упаковать и все жалко 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 ну кааа может быть не с патронной лентой а с кобурой может быть это делается проверяем нет тоже нет да жалко в общем ничего мы пока не можем сделать с этими кобурами возможно или у нас навык механики очень маленький 29 или какие-то другие нужны ингредиенты для вот того чтобы делать эти патронтаж и ну в общем будем разбираться уж больно это хорошая штука патронтаж и ладно так инструменты мы выкладываем то есть мысла их таскать собой нету так еще мы еще купим книжку мы вооружение к сразу же книжку ну вот кстати вот этот ящик с революционной литературой это для торговли удобно использовать за 459 его можно купить а там определенных торговцев можно продать его значительно дороже но это пока не для нас мы еще кроме оружейника у нас никаких больше торговцев нету на данный момент так что просто держим это в уме то есть мы потом этим были тут фарцовать вот ну а книжку сейчас не читаем пока я в ящик положу но не забудем про эту книжку мы ее прочитаем попозже так все так ну все мы готовы к боям сохраняемся так охраняемся так так вот